Вкратце, да, маленькое превью. Мы группа трейдеров с многолетним опытом, да, уже мой опыт 15 лет, Тараса уже 14 лет. Мы создали свой уникальный софт, аналитическую платформу. Это не торговая платформа, это аналитическая платформа. В этой платформе мы реализовали каждой свою какую-то идею, свою цель и свое видение. Хочу вам сразу сказать, что данная платформа уникальна в том плане, что она позволяет именно в рынке иметь особое преимущество перед другими игроками в том числе. Как это выглядит и вообще с чем это связано, да, мы постараемся сегодня это осветить. Я, да, как один из соавторов данной платформы, я реализовал свою идею. Я более чем уверен и смело это утверждаю, что помимо всех нас как трейдеров, да, существует еще один игрок, как я его называю. Почему игрок? Потому что он может позволить баловаться с нами, играть как он хочет, да, в кошки-мышки, как говорится. Это маркет-мейкер, да. Это тот участник, который, собственно, решает вообще, куда будет идти цена и почему, да. И исходя из того, что в нашей платформе есть возможность видеть сделки вот такого участника рынка, мы можем прогнозировать его дальнейшие действия или, соответственно, знать, в какую сторону пойдет та или иная, тот или иной финансовый инструмент. Конечно, я понимаю, что звучит пока это все очень как бы ярко, да, как это все-таки на практике на самом-то деле, да. Очень важный момент понять для себя, что тому, кто не хочет изменить свою жизнь, да, помочь невозможно. Очень ярко Наталья рассказывала о страхах, как войти в рынок, да, есть боязнь, когда несколько сделок убыточных подряд и все такое. Я вам хочу сейчас сказать следующее. Не это самое страшное. Знаете, что самое страшное? Помочь человеку невозможно, если он сам не победил себя, но не в плане даже страха, а в плане жадности. Ведь когда мы в рынке, да, что нас заставляет вообще сделать сделку? У нас есть у каждого своя торговая система. Все прекрасно знают, понимают правила риск-менеджмента, да. Но когда движется цена, мы наблюдаем за ней в мониторе и мы хотим нажать кнопку, да, мы хотим купить или продать. И мы понимаем, что проходит минута, две или три, вышли данные по нонфармам, да, или выступил там глава Федрезерва. Мы же нажимаем кнопку, но мы не можем остановиться, да. Давайте признаем вообще, что трейдинг – это наркотик, с которого слить практически невозможно. Вот давайте откровенно, как есть. Для чего мы здесь собрались здесь, да? Что-то услышать новое. Я вам покажу новое, да. Но я хочу, чтобы вы полностью ответственность за свои действия взяли на себя. В каком плане? Программа позволяет, вы видите, зеленые HFT объемы, сейчас мы к этому вернемся, что это, и красные внизу. Это разворотные точки, это разворотные точки по золоту, где, в принципе, мы можем взять из рынка 80, а то и все 100% движения. Но знаете, в чем самая большая проблема? Проблема в том, что трейдер хочет в моменте здесь и сейчас решить все свои жизненные проблемы. Пополнил депозит на 1000 долларов, да, залез всем депозитом в одну сделку, удвоился, утроился. Он идет с мыслями домой какими? Он еще не вывел эти деньги, но он уже способен потратить то, что есть в кармане. Он уже мыслит, да, уже категории «я заработал, завтра сделаю тоже». Поэтому я готов дать эти настройки всем тем, кому это будет интересно, лишь в том случае, если вы ответственность за свои действия берете на себя. Если вы будете входить 10% от размера депозита по вот таким сигналам, вы сделаете то, что вам надо. Но о деньгах и что вы можете купить или позволить себе за эти деньги, лишь тогда, когда вы вывели эти деньги на карточку, принесли их домой. Плюс еще что-то оставьте себе мне и побалуйте себя. Это все реально, это все можно. Проблема здесь у нас в голове, да. Поэтому я могу смело утверждать, не могу, я утверждаю, что эти сигналы работают для тех, кто уже является нашим клиентом, кто о нас знает. Вот у нас есть стенд, пожалуйста, подходите, эти настройки будут. Но опять-таки эти настройки только для тех, кто взял годовую лицензию. Платформа не бесплатная, платформа стоит 50 долларов обонплата в месяц, с годовой подпиской это всего лишь 350, но это решение, да. И как говорится, ну не попробуешь, не узнаешь. Платформе реализовано много функций, о которых продолжит и рассказывает Тарас в том числе. Ну а мы давайте продолжим о маркет-мейкерах. Кто все-таки такой маркет-мейкер? Кто он и что он? Зачем он, собственно, пришел? Ну, для того, чтобы понять для себя, да, не работает у нас указка, значит, попробую объяснить на примере банка. Когда мы приходим в банк поменять ту или иную валюту, соответственно, банк для нас выполняет роль маркет-мейкера, да. Банк дает нам возможность и купить, и продать, в принципе, любую валюту, да. То есть здесь как бы все очень просто. Но теперь очень интересный вопрос, да. Это все к тому, почему большинство трейдеров теряет. Вы когда-нибудь видели, ну, к примеру, да, у нас в Украине, Нацбанк, чтобы Нацбанк стал банкротом. Или коммерческий банк, пусть его закрыли. Но физлица, которые владели коммерческим банком, хоть когда-то потеряли. Мы же все знаем, сколько денег выведено за бугор, в офшоры, сколько погибло банков, да. И мы депозитчики и кредиторы, кто? Кто страдает? Страдают рядовые, да, вот все. Не страдает ни Нацбанк, ни коммерческий банк. Да, есть возможность фонда гарантирования выплатить там часть денежных средств и все остальное. Но все это ложится бременем на нас. А когда Нацбанк не справляется, что он говорит? Он выдает какой-то указ, и коммерческий банк запрещает нам даже забрать свой депозит в долларах. Мы прекрасно знаем эту ситуацию. Так было, есть и будет. Так вот, на международном финансовом рынке картина та же. А в каком смысле? Тот же, та же биржа выступает как центробанк. Те же брокеры, как коммерческие банки. А страдаем кто? Мы, рядовые трейдеры. Да, и нам кажется, мы не можем, ну, во-первых, как бы психологические моменты, да, справиться, ну, со своей психологией, со своим страхом, да. Мы боимся входить в сделку, то, о чем говорила Наталья и так далее. Но не в этом вопрос, да. И мы проходим дорогущее там обучение, учимся, технический, фундаментальный анализ. В итоге что? Ничего. А почему? Да потому что за всем этим стоит маркетмейкер. Как понять его работу вообще, откуда этот маркетмейкер, кто он, да. Ну, вот давайте представим ситуацию. На днях буквально вот стартовала корпоративная отчетность. В США отчитался банк, JP Morgan & Chase, да. Банк отчитался хорошо, лучше, лучше ожиданий, да. Прибыль на одну акцию составила больше, чем ожидали эксперты Bloomberg. И что все трейдеры? Все трейдеры побежали покупать. Ну, правда ж? Мы же знаем, банк отчитался, банк крутой, а еще, если Федрезерв еще есть, да, повысит ставку в текущем году, доллар будет расти, но прибыль банка растет, когда укрепляются доллары и все такое. Ну, я это все к чему? Мы идем и мы покупаем акции, да. Мы знаем, банк отчитался, ну пусть даже не банк, другая компания, да, там Walt Disney или Tesla, допустим, да. Мы бежим покупать. И все мы покупаем. И тут очень важный момент. Господа, а кто тогда продает? Кто продает? Если мы все покупаем, банк отчитался, мы же понимаем, прибыль выросла в банке или в компании. Мы все бежим покупать. Но кто-то же продает. И кто это такой неумный, оказывается, продает, ведь надо же покупать. Это и есть маркетмейкер. И тут фишка еще не в том, что он нам продает. Он видит не только, сколько мы купили. Он знает, сколько у вас денег. Он знает, сколько вам до маржин-кола. Он знает, где выставлены ваши стоп-ордера. И он знает вообще всю информацию, которая ему потребуется. И, внимание, мейкер не один. Их много. Они обмениваются информацией о всех трейдерах. Причем быстрее, нежели наш мозг может это представить. Поэтому пусть вас не удивляет, почему мы все теряем. Я уже не говорю о страхах, о психологии и о том, что, в принципе, я готов вам дать настройки, где вы увидите сделки маркетмейкера. Вот в нашей платформе ту функцию, которую я реализовал, за что она отвечает? Мейкер видит нас. Мейкер видит сделки трейдеров. А я вижу маркетмейкера. Я вижу его высокочастотные сделки, скорость которых менее одной секунды. Даже менее одной тысячной секунды. Эти настройки все есть, их можно посмотреть. Пожалуйста, подходите к нашему стенду, это все можно увидеть. Конечно, это не бесплатно. Это надо понимать, в этом надо разбираться. Но сегодня такая возможность есть. И данный продукт, он написан потом и кровью, можно сказать. Вот меня ушло 15 лет, и я могу сказать, за свои эти годы, я очень рад, что такая платформа появилась. Есть идеи многих других трейдеров, которые мы тоже реализовываем в нашей платформе. Все это можно пощупать, попробовать, и все это можно посмотреть. Как это выглядит в терминале, чтобы не забирать много времени, потому что вопросы появятся. Я уже забегаю наперед, вопросы. Хорошо, это по золоту, а что с нефтью, а как там с валютой. Это все можно будет посмотреть. Видите, отдельно у нас есть один ноутбук, второй ноутбук, там и дельта-кластерные анализы, не только. То есть там можно реализовать многое. Маркет-мейкер, это все-таки для чего он пришел? Это тот участник, который реально отнимает у трейдера наибольшее количество денег. Почему? Потому что когда мы все покупаем, трейдер продает, маркет-мейкер продает. У маркет-мейкера, когда мы все покупаем у него, у него автоматически формируется позиция в обратную сторону. То есть на продажу, шортовая позиция. Для того, чтобы маркет-мейкер вышел в ноль или заработал на такой позиции, ему, соответственно, цену необходимо опустить. Целая есть технология, как он это делает, но он это делает. Он может это себе позволить, тем более он обладает всей информацией о вас. А мы информации о маркет-мейкерах не обладаем. Поэтому ничего страшного в этом нет. Все, что нам необходимо, это видеть сделку маркет-мейкера и повторять то же самое. Это, во-первых, убирает страх. Когда вы пролистали историю за год, за два или за три и увидели, как это работает, у вас уже отсутствует страх входа в сделку. Спокойно вы входите, вы знаете, где выставить четко стоп-лосс, тейк-профит и так далее. Не менее важно, где вы будете выходить из сделки, потому как ваш выход из сделки, от него именно зависит, сколько вы заработаете. Можно войти уже даже на полпути, когда у нас прошел тренд. Но если вы вышли в самом конце, вы знаете, где маркет-мейкер развернет цену, вы взяли для себя в вашей сделке практически все движение. А если начать с самого начала и до конца, это идеальная ситуация. Это все можно. Опять-таки вопрос лишь в одном. Я уже знаю, у нас есть трейдеры, которые используют нашу платформу. За кого-то я очень рад, а за кого-то не очень. Потому что начинали там тысяча, две, три долларов, а потом оп и слив депозита. Почему? Да потому что всем депозитам в одну сделку, ну, я понимаю, что трудно устоять, когда вы видите, что сигналы работают, когда у вас 5 или 7 сделок подряд прибыльных. Но никто не застрахован от того, что бывает первый раз. Цена прошла одно движение, еще часть, и вы остались без депозита. К чему это ведет? Это ведет к элементарному. Поэтому на следующий день вы пополняете снова депозит и уже не заходите по 10%, как до этого в сделке, а сразу всем депозитам отбить свое. И дальше начинаются проблемы. Об этом надо говорить откровенно. Если вы в себе это побороли, нам с вами по пути и реально заработать можно. HFT функция. High Frequency Trading. Высокочастотная торговля. И это торговля, которая связана с высокочастотными объемами, которые есть у нас в платформе. Что она собой представляет непосредственно в нашей платформе? Вот так выглядит эта HFT функция. Вы видите, там стрелочка, она обозначена. Опять-таки в платформе довольно много разных опций, которые можно использовать. Поверьте, на сегодняшний день у нас нет конкурентов в данной платформе. Мы реализовали здесь все, что работает, что даст вам преимущество в рынке. Вот то, о чем расскажет Тарас, он покажет вам, как в одну сторону стоит толпа, как в другую сторону стоит маркетмейкер и что в итоге происходит. Я хочу вам показать точки, где маркетмейкер просто разворачивает цены на те или иные финансовые инструменты. И хочу в двух словах рассказать, как анализировать данные моменты и как расшифровать сделки маркетмейкера, чтобы быть уверенным на 100%, что он цену развернет. Вы видите окно нашей функции. Ну да, уже у нас указка пролистала. То есть, вот, и здесь есть набор разных параметров. Особенно важный такой параметр, как автоподбор фильтров объема, когда программа автоматически определяет разворотную конфигурацию, по которой работает маркетмейкер. И агрегация маркет ордеров. Если по-простому, по-простому, программа убирает ненужные объемы, оставляет лишь те, которые влияют на цену. Или по-простому, если маркетмейкер выставил заявку на продажу 100 контрактов и 100 нас трейдеров купили по одному контракту, мы повлияли на цену? Да нет, конечно, потому что каждый из нас выйдет из своей сделки в удобное время. А если мейкер выставил 100 контрактов, а я купил у него 100 контрактов, он выставил 200, я купил 200. Я влияю на цену, маркетмейкер понимает, что есть спрос, и тут начинается движение. Вот где-то, если так по-простому, в двух словах, что такое агрегация маркет ордеров, это отсеивание ненужных сделок и лишь определение или выявление на графике тех моментов, где действительно будет разворот. Как это выглядит на графике? Вот настройки по золоту, это у нас 30-минутный таймфрейм. Вы видите зеленые HFT объемы на самых пиках и красные внизу. Вы видите расшифровку контрактов, которые там у нас присутствуют. Я не буду сейчас вдаваться в детали, потому как нам не хватит ни часа, ни двух, ни трех. Это будет целая лекция. У нас по этому поводу готовится еще обучение. Так что следите за новостями, за новостями в картеле, в маркете картеля, в магазине наше обучение будет. И Тараса обучение уже есть. Довольно интересное и эффективное. Это уже для профессиональных трейдеров. Я готовлю сейчас обучение в общем для трейдеров, чтобы понять работу и мейкеров, и собственно получить готовые настройки для работы. Так вот, таким образом выглядят у нас, вот так выглядят данные настройки. Они есть и по золоту, и по нефти, и по валютным парам, и не только. Мало того, здесь у нас присутствуют разные типы уровней. То есть довольно много функций, которые можно взять в работу. Но самое простое, это когда вы увидели HFT объем, например, зеленого цвета, под данным кружочком, если можно так выразиться, выставили sell stop order, по верхней границе выставили stop loss, и take profit мы фиксируем при ближайшем числе, когда у нас число круглое. Вот и все. Это если по-простому. Да, те же настройки по золоту, допустим, с использованием уже не на 30 минутки, не на 30 минутки, на 4-м часовом таймфрейме. Здесь у нас еще свечи Haken H, это трендовые свечи. Ну, я думаю, что многие из трейдеров знают, что это за свечи. То же самое вы видите, что на пиках, на самых максимальных разворотных точках у нас есть HFT объемы зеленого цвета. Почему они зеленые? Потому что там сработал стоп у шортиста, шортист ожидал движения цены вниз, цена не пошла в его сторону, цена пошла вверх, соответственно, у него по рынку срабатывает стоп. Если у шортиста срабатывает стоп, он закрывает свою шортовую позицию, он автоматически покупает. Покупает он у кого? У мейкера, да? И когда он у мейкера купил, у мейкера образовался такой же объем, тоже шортовый. Для того, чтобы закрыть его в ноль или в плюс, необходимо цену опустить. Как вы видите, после таких объемов цена у нас опускается на определенное количество пунктов, там, да, или в долларах вниз, где мейкер потом откупает всю эту позицию. Вот таким образом это одна из функций, на которой можно заработать. Когда мы видим яркий перевес у мейкера либо покупок, либо продаж, мы становимся в такую же позицию и работаем в направлении с ним. Это если, ну, по-простому, не знаю, как по-другому, да, объяснить подобное, не знаю ваш уровень знаний в трейдинге в том числе. Но если у вас останутся вопросы, все это мы можем на практике посмотреть. Ну и самое яркое, что хотелось бы вам показать, ну, для меня, как для трейдера, азартного в том числе, ну, я в каком плане, я люблю поторговать внутри дня, я не люблю переносить позиции через 2-3 ночи. Для меня это ночи бессонные, несмотря на то, что 15-летний опыт. Ну, будем откровенны самим собой, да, честными самим собой. Для меня более вот такие интересные моменты. Это NASDAQ. Так как он сейчас летает, я бы сказал, да, даже ярче, чем фьючерс на Dow Jones. Это ярко, это красиво, тем более каждый пункт по нему очень дорогой, да. Поэтому, когда мы входим даже 10 или 15% от депозитов вот по таким сделкам, вы видите, да, HFT-объемы с расшифровкой. Вот, здесь надо чуть грамотнее выставлять стопы, потому что NASDAQ ходит с тенями, то в одну, то в другую сторону, но, тем не менее, взять вот такое движение по NASDAQ, или, как я говорю, загнуздать его, да, оседлать, это довольно непросто. Мне за 15 лет удалось очень ярко подобрать настройки по золоту и по NASDAQ в том числе. И это то, что позволяет сегодня заработать. Но данные настройки можно подобрать под любой другой инструмент. В платформе присутствуют все инструменты, которые доступны на CME, на Чикагской товарной бирже, да, Чикага Меркентайл Эксченч, это раз, Нью-Йоркский фондовый рынок и плюс рынок Форц в том числе. То есть, в принципе, абсолютно достаточно инструментов, чтобы сделать трейдинг прибыльным. Я больше не буду занимать времени, предоставлю с большой охотой слово своему коллеге Тарасу. Ну, а на ваши вопросы, если они у вас есть, пожалуйста, подходите к нашему стенду, я с большим удовольствием отвечу. Спасибо большое за внимание и передаю слово Тарасу. Приветствую всех участников кортеля. Меня зовут Тарас Святун, я трейдер, коуч и один из разработчиков платформы Trading Volume Terminal. Сегодня хочу поделиться с вами одной из своих методик прогнозирования выхода цены из зоны накопления или зоны консолидации. Для этого мы используем поток ордеров или тиковые данные, которые идут с Чикагской товарно-сырьевой биржи. На ней торгуются практически все самые ликвидные инструменты, которые мы с вами используем в торговле. И ни для кого не секрет, наверное, все-таки, что все-таки поток ордеров и потоки ликвидности являются не следствием, а причиной тех фундаментальных событий, которые происходят на рынке. На данный момент спрос и предложение играют, скажем так, больше фундаментальную роль. И если проанализировать такие активы, как нефть, индексы, золото, то в принципе те фундаментальные факторы, которые есть на рынке, о которых мы все знаем, они не влияют на цену в той же пропорции. То есть я имею в виду, что нефть может падать на 50% от своей стоимости, независимо от того, что происходит на рынке реального сырья. Также самые последние такие яркие события, которые абсолютно противоречат фундаменталу, это фьючерс на палладе. Наверное, вы все следили за этим инструментом, потому что никогда за всю историю не было такого, чтобы металл за полгода сделал 100% роста, при том, что он в основном используется в автомобильной промышленности, и спрос на автомобили в мире падает. То есть это говорит о том, что поток ликвидности именно это основное, что двигает рынки, и я предпочитаю анализировать именно данную информацию. Основной индикатор, я думаю, что многие им пользуются, это кумулятивная дельта, которая нам показывает разницу между покупками по рынку и продажами. То есть, соответственно, мы берем во внимание именно тех участников, которые заходят по рынку, чтобы не упустить дальнейшее движение, и смотрим вот разницу между покупателями и продавцами. Данная информация, она может по-разному интерпретироваться. Мы также анализируем цену, что очень важно. То есть, соответственно, с помощью кумулятивной дельты я смотрю степень вовлеченности и силу разногласия между участниками торгов. Что означает степень вовлеченности? То есть, чем больше, соответственно, разница между покупателями и продавцами по рынку, тем больше интерес, тем больше желание зайти в рынок, в сделку, дабы не упустить дальнейшее движение. И, соответственно, сила разногласия. Также, в чем она выражается? То есть, нужно смотреть на цену. Если очень сильное накопление покупок, при том, что цена не двигается, это означает, что очень активно принимают данный спрос лимитные продавцы. В классике, то есть, в стандартной ситуации происходит так, что дельта растет, цена растет. То есть, дельта падает, цена тоже падает, потому что рынком движут только маркет-ордера. То есть, лимитные ордера не могут двигать рынком. Соответственно, если цена двигается, так же само двигается и кумулятивная дельта в том направлении. Но очень много на рынке исключений. То есть, когда цена идет в диапазоне, а дельта очень сильно растет. То есть, соответственно, это все принимается лимитными продавцами. Еще лучшее, это когда цена падает, а дельта, несмотря на это, растет. То есть, продавцы своими лимитными ордерами степают цену вниз и таким образом ее продавливают. Я хочу сказать, что дельта по объему – это еще не самое главное. То есть, мы в своей платформе добавили эту дельту по количеству сделок. То есть, количество сделок, оно говорит о том, кто заходит. Это крупные трейдеры, либо же мелкие. То есть, вот именно разница между дельтой по объему и дельтой по количеству сделок говорит нам о том, что нужно начинать следить за рынком и искать точки входа, в том числе по HFT объемам, о которых нам говорил Руслан. Я бы хотел у вас спросить, кто использует кумулятивную дельту по объему в своей торговле. Ну, на самом деле, это отлично, потому что в этом бизнесе быть в меньшинстве – это очень хорошо. Я надеюсь, что… Ну, я даже очень рад, на самом деле, что для вас это будет чем-то новым, потому что, ну, именно вот познание нового в рынке дает возможность прогрессировать. Я хочу показать те ситуации, которые я использовал в своей торговле, где я входил в сделки по… Ну, я выбрал несколько самых таких ярких, и чтобы вы видели, в принципе, как этим можно пользоваться на практике. Вот, посмотрите, это фьючерс на евро. Если происходит сильное трендовое движение вниз, и потом цена резко останавливается, соответственно, вы можете видеть, что происходит с участниками с помощью дельты по объему и дельты по количеству ордеров. То есть, соответственно, здесь мы видим, что, скорее всего, очень много участников закрывают свои сделки большое количество, но в то время, что крупные игроки, они заходят на покупку. В этой ситуации маркетмейкер, он является, как бы… Ну, то есть, он принимает и спрос, и предложение, но с помощью дельт мы можем увидеть, куда именно смотрит крупный капитал. То есть, соответственно, я захожу всегда только в том направлении, куда идет… Если в покупку, то, соответственно, дельта должна быть на buy, а количество на sell. Если в такой ситуации, например, и количественно, и дельта по объему будет направлена в одном направлении, например, в buy, то есть, я не могу тогда с такой большой уверенностью рассуждать, что цена очень сильно пойдет в обратную сторону. То есть, она может колебаться. То есть, соответственно, я уже, даже если захожу с помощью HFT-объемов, я ставлю себе более скромные цели. Если мы посмотрим на другие инструменты, то это работает на любом рынке, не в зависимости от того, что это за актив, потому что это сама физика, сама природа самого рынка. Это фьючерс на природный газ после достаточно длительного снижения. Кстати, природный газ – это тоже один из ярких показателей того, что на рынке не работает фундаментал, а работает непосредственно поток ликвидности. Помните, как газ вырос на 100%, а потом упал на 50%. Ну, то есть, явно это не связано со спросом и предложением. И вот как раз на низах вот было такое накопление в диапазоне, то есть, многие, большое количество трейдеров закрывало свои позиции, а в то время как крупные трейдеры уже ориентировались на отскок и они покупали. И, соответственно, если я вижу HFT-объем в таких консолидациях, это для меня идеальная точка для соотношения риск-прибыль. То есть, бывает такого, что и нету HFT-объема. То есть, можно смотреть там по другим индикаторам. Но суть того, что мы сначала определяем направление, в котором мы будем работать. Я, когда вижу такую картину, я никогда не работаю от верхней границы диапазона. То есть, я не шерчу в то время, когда крупные трейдеры покупают. Соответственно, я буду работать, скорее всего, на проливах и от нижней границы диапазона. Вот ситуация была по фьючерсе на иену. То же самое. То есть, как вы видите, картинки одинаковые. На рынке работают картины. То есть, цена сначала падает, потом идет накопление в каком-то диапазоне. Соответственно, здесь происходит борьба. И мы должны оценить, что это борьба и к чему эта борьба приведет. И к какой группе игроков нам нужно присоединиться. И был идеальный HFT-объем, который появился именно срабатыванием стоп-ордеров. Это очевидно. Когда я вижу такую картину, мой вход – это подарок, я могу сказать. То есть, подарки бывают не так часто на рынке. Но они бывают, и нужно быть к этому готовым. То есть, нужно быть готовым. Это нужно постоянно анализировать, смотреть, планировать, делать, ну, составлять торговый план. И только если ответственно к этому подходить, соответственно, подарки рынок всегда будет вам предоставлять. Это тоже один из моих любимых инструментов. На самом деле я, бывает, предпочитаю торговать не ликвидные инструменты, такие как газ, Мексика, медь. Потому что там, ну, вот я ощущаю, как будто меньше конкуренции, чем в более ликвидных инструментах. И они немного более прогнозируемые, как по мне. А вот это фьючерс на мексиканский PESO. Также сама была консолидация без дельты. Очень сложно понять, на самом деле это будет выход вверх или вниз. То есть, а когда мы видим, что количество сделок на buy, то есть здесь, скорее всего, покрываются те же артисты, которые заходили ранее. Вот, и, ну, вряд ли тут много лонгистов заходит. То есть, скорее всего, это закрытие уже шартов и набор позиций более крупными трейдерами уже на движение вниз. То есть, на смену тенденции. Вот недавно в конце марта была ситуация, я в ней поучаствовал. Это тот же мексиканский PESO. И очень яркое в течение двух дней было накопление крупных ордеров на buy и большое количество сделок на sell. Причем это было внизу канала, внизу диапазона. То есть, нужно еще смотреть. Борьба часто происходит на каких-то важных уровнях поддержки и сопротивления. То есть, именно на этих уровнях вы можете увидеть, действительно, какое будет дальнейшая развязка этой борьбы. И вот мой любимый фьючерс на мете. Тоже очень яркое расхождение между дельтами, после чего следует стремительный разворот. То есть, как вы видите, в принципе, лучше всего данная методика работает, когда идет какое-то сильное движение, а потом остановка, и вы уже анализируете, что происходит в данной зоне накопления или распределения. И после этого это определяет смену тенденции. То есть, мы с большей вероятностью можем ее спрогнозировать. Спасибо за внимание. Да, по поводу маркет-мейкерства. У меня, конечно, бывает, да, в YouTube-канале тоже, там, при определенных роликах, задают вопросы о том, что, да, вот, мейкер там не может, или что-то не так, или никак. Я, мейкерил сам, я не буду называть биржи, которые есть, это в СНД. Конечно, я согласен со многими участниками в том плане, что мейкер, ну, в рамках СНД, да, мы берем там Украину, Россию, Казахстан и все остальные страны. Это одно дело. Мейкер на CME, это надо четко и откровенно понимать. Это тот же JP Morgan, да, это тот же Bank of America. То есть, это сидит физический человек от банка, который не ограничен в деньгах. Ведь подумайте сами, когда 2008 год был, когда все продавали, кто-то же покупал, кто может позволить себе купить все, что хотят продать трейдеры? Наверное, и тот, кто не ограничен в деньгах. Кто не ограничен в деньгах? Тот, кто их печатает. Кто печатает деньги для США? Коммерческая структура, Федрезерв. Кто в нее входит? Заходим на сайт Федрезерва, и мы видим маркетмейкеров. Это высокочастотные роботы, за которыми смотрит человек. Вот, поэтому они дают, как-то раз правильно сказал, удовлетворить весь спрос, когда выдохся весь покупатель или покупатели, а потом он начинает свою игру. Вот представьте один контракт по золоту, да, если мы торгуем на CME. Один фьючерсный контракт внутри дня купить-продать, вам достаточно иметь маржевой залог или гарантийное обеспечение, да, как оно звучит в разных книгах. Одну тысячу долларов. Перенести этот контракт на следующий день необходимо иметь маржевой залог в 8 тысяч. Теперь смотрим. Один контракт перенести через ночь в 8 тысяч. Десять контрактов в 80 тысяч. Сто контрактов уже 800. Тысячу контрактов в 8 миллионов долларов. Я вам покажу сделки, где проходит 10 тысяч контрактов. Сумму представляете? Если мейкер эту сделку перенесет на следующий день, и, например, он будет стоять в шарте, извините за такую, да, правду сбили самолет, и тут геополитическое обострение, и золото улетело на 20 долларов за тройскую унцию в обратную сторону. Это много уже, наверное, не миллионные, а миллиардные убытки для мейкера. Конечно, он может себе это позволить и опустить рынок, но зачем рисковать? Его суть состоит в том, чтобы к концу дня выгрузить в рынок максимум позиций и не переносить на следующий день какие-либо позиции. Откуда зарабатывает мейкер? Биржа за удержание котировок, стакане котировок на покупку и на продажу платит сумасшедшие деньги за удержание котировок. Если привести в том рынке, в котором и я работал мейкером, да, я работал и на российском рынке в группе компаний Allure, кто, наверное, знает, кто знаком с российским рынком, да, то есть первые фьючерсы, которые в России появились, они там. В Украине я вам скажу, что даже по котировкам акций Азов Стали, если вы знаете такое предприятие Ахметова, да, так вот я вам скажу, за удержание котировок, у нас было несколько мейкеров, не одна компания, да, за удержание котировок только лишь по одной Азов Стали со спредом в 5, в 3 и в 1 процент, да, биржа на то время, при курсе долларов 8 платила полторы тысячи долларов только одному мейкеру, просто вы выставляете котировку на покупку и на продажу, у вас высокочастотный робот, что он делает, когда у вас купили, ему главное продать, да, спред он сам определяет, вот, так же и работает мейкер в США, только принципы у нас разные, в СНД нет таких крупных банков, которые могли бы быть, то есть мог бы быть, присутствовал один мейкер, мейкеров присутствует несколько, потому что если все будут сливать рубль, то ни одному из мейкеров не интересно сидеть в этом дешевом рубле, понимая, что он подешевеет, а мейкер обязан, он подписал с биржей определенные условия, так вот, чтобы кому-то одному не было больно, и рынок оставался, и ликвидность для вас была, мейкеров в странах СНД существует несколько, а в мире, да, если мы берем там CME или Нью-Йоркскую фондовую биржу, там мейкер 1, 2, или как я говорил, мейкеры объединены между собой, имеется в виду, что под неподтвержденной информацией торговая площадка NASDAQ, да, она владеет более 80% всех других финансовых рынков, и пусть тогда вас не удивляет, когда Америка прет вверх, за ними идет и Nikkei, и идут европейские индексы и так далее, и все взаимосвязано, да, вот, ну, если так, в двух словах рассказать о принципе о работе мейкера, поэтому, когда мне задают вопрос, что мейкер не способен двинуть цену вверх или вниз, ну, во-первых, чтобы мне об этом говорить, давайте откровенно, я без там пафоса понтов, давайте, когда у вас будет более 10 лет опыта в данной сфере, мы тогда попробуем об этом говорить, да, а если интересно действительно алгоритмы, как это происходит, и используем ли мы стакан котировок, я вам откровенно скажу, первый раз, когда я потерял 20 тысяч долларов за одну сделку на CME по британскому фунту, я аж подпрыгнул, да, я торговал по стакану котировок, я видел эти котировки на BID, на ASK, и тут в моменте я выставил два ордера, один в одну сторону, другой в другую, отложенные, прошли новости, меня выбило, я остался без денег, вот тогда я задумался о маркетмейкерах, и спасибо Александру Михайловичу Герчику, который еще в 11 году, кстати, здесь, в Киеве, рассказал о мейкерах, и вот с тех пор мы об этом задумались, я нашел таких трейдеров, как Тарас, у нас есть Иван, да, мы объединили усилия, вложили много денег, чтобы сейчас об этом вам рассказать, в режиме онлайн эти котировки показать, поэтому, когда мне говорят, что мейкер не способен двинуть цену, в стране, в странах СНД нет, потому что там есть несколько мейкеров, это проблемы мейкера, когда пришла экспирация, мейкер загружен по самое не хочу в какую-то позицию и будет терпеть убытки, и еще не факт, что биржа, которая ему за это платит, он окупит это все, но в США это по-другому, и самое интересное, работать по нефти, потому что нефть экспирируется каждый месяц, переносить много позиций на день, два, три, никому не интересно, да, по золоту экспирация у нас каждых два месяца, там мейкер может поиграться, он может принять один объем, когда отстопился лонгист, второй, третий, и аж потом двинуть цену, это надо понимать, но это уже тактика, да, но то, что мейкер спокойно это может сделать, это факт, а как сделать? Да по-простому, берем стакан котировок тот же, да, в азиатскую сессию, и смотрим, средний объем, который выставлен на бит и на ас, в тех, кто знает в стакане, 3, 5, 7, 20 контрактов, а если поставлю тысячу контрактов на сел, тот, кто торгует по стакану, что он поймет, есть крупный продавец, значит, что цена будет идти вниз, зачем мне тогда выставлять свою заявку на покупку по текущей цене, если на 2 или на 3 доллара поставлю ниже, а если мейкер еще 100 контрактов продаст по рынку, цена вообще на 5 или на 7 долларов идет ниже, это один из способов манипуляции ценой, поэтому мейкер может все, вы это должны четко понимать, с кем вы в рынке, вы должны знать, что в рынке есть тот, кто о вас знает все. Наша платформа помогает частично видеть сделки мейкера, не каждую сделку, которую я вам показывал, можно 100% интерпретировать, но есть возможность посмотреть на рынок с абсолютно другой стороны, с той стороны, где рынком управляют и извините, откуда нас имеют, есть возможность просто подобное повторить. Ну а как это делать, это, конечно, уже на отдельных курсах или в личном коучинге. У меня, в принципе, все, я думаю, время близится к обеду, у нас по тайм-менеджменту все, все остальное, как Герчик говорит, в колуарах.